Елена Рязачкина пришла в отдел судебных приставов как представитель банка. Два недобросовестных клиента перестали выплачивать кредиты финансовой организации, а убеждения погасить долг результата не принесли. Чтобы взыскать средства с помощью судебных приставов, Елена записалась к ним на прием. У нас исполнительный документ находится на принудительном исполнении в службе. Самостоятельный должник отказывается от выплат. Сумма в районе 200 тысяч рублей. Автотранспортное средство как бы выявлено, Лада Калина. Вот 8 числа договорились о выезде. В Самарском районном отделении работают пять судебных приставов-исполнителей. Неделя разбита на дни работы с документацией и дни приема граждан. Это вторник и четверг. Чаще всего на личную встречу к приставам приходят с вопросами по кредитам, штрафам, долгам, в том числе и по коммунальным платежам. Но, как выяснилось, некоторым неясно, как записаться на прием. Поступают такие телефонные жалобы. В основном это от пенсионеров, которые не имеют доступ к интернету. Нет у них телефона, и поэтому они не имеют возможности записаться. Таким гражданам мы оказываем телефонную помощь, разъясняем их права, что они могут сделать. Можете вбить УФССП России по Самарской области. Раздел записи на личный прием. Но при этом вы должны быть обязательно зарегистрированы на госусловом. Как попасть на личный прием к судебному приставу? С таким вопросом ежедневно обращаются десятки людей на горячую линию службы. До пандемии можно было получить очную консультацию специалистов порядки живой очереди. А теперь действует другая схема. У тех граждан возникает проблема, кто не зарегистрирован на едином портале государственных и муниципальных услуг. Чтобы записаться на прием, необходимо быть обязательно зарегистрирован на данном портале. Это обязательно. Прием ведут строго по времени. При себе нужно иметь паспорт или доверенность, а также маску и перчатки. При желании можно обойтись и без визита к судебному приставу. На входе в каждое отделение есть ящик для приема обращений. Кроме того, многие вопросы легко решаются дистанционно, рассказывают приставы. Через госуслуги и официальный сайт службы. Например, узнать о задолженности можно с помощью приложения «Банк данных исполнительных производств». Работает и горячая линия. Номер вы видите на экране. Гульфия Сафина, Василий Колдашов. События.